О легендарной личности, почётном гражданине Сочи, участнике Великой Отечественной войны, у Стима Штеймани в Музее истории школьники узнали больше, чем из самого подробного учебника. О жизни и характере своего отца рассказала Марина Лешко. Он знал каждого рабочего, он знал по имени рабочего, строил дома, квартиры, памятники павшим в войну. 23 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения у Стима Штеймана. В Дагомысе в честь знаменитого чаевода назвали Приморскую набережную. У каждого города, если это город достойный славы и упоминания, должны быть свои герои. Устим Георгиевич Штейман был героем социалистического труда. Но дело не в том, что он носил эту звезду и орден Ленина, а дело в том, что при нем чаеводство было визитной карточкой нашего города. Он был не только столицей курортов, но он был столицей отечественного чаеводства. Сотрудники музея уверены, что сущенцы должны знать историю своего города и людей, которые внесли особый вклад в его развитие. Тема эта для них, уже взрослых людей, у которых начинается новая жизнь, становление как личности, очень важна, потому что они должны знать людей, которые делают историю как таковую и конкретно вообще весь трудовой и боевой путь у Стима Георгиевича Штеймана. И именно для того, чтобы дети больше узнали о страницах истории нашего города, мы проводим такие мероприятия. В этом году школьники особенно глубоко погружаются в историю города. В мае страна отметит 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Тематический вечер в музее прошел в рамках Всероссийского проекта «Культурный норматив школьников». Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.